Дорогие зрители, всем привет, а вернее доброе утро. Мы сейчас находимся в Литве на прекрасном озере Лаушес. Мы недавно с моим напарником Эдгром проснулись, нам в голову пришла отличная мысль. Вот этот вот красавец, который лежит на столе, пилингас, магнум, профи, в полной комплектации. И так как мы находимся, еще раз повторюсь, на озере Лаушес, где в Литве прозрак достигает 8 и более метров, и чтобы поверить, что такой прозрак существует, вам обязательно надо приехать на это место и самим попробовать занырнуть. Мы решили сделать вам честный обзор, так как это есть на самом деле без всяких заученных фраз, просто как есть на самом деле, что это за ружье, что оно из себя представляет, в какой комплектации оно пришло. И забегая немного вперед, расскажу, что у нас есть с моим напарником Эдгром огромное количество видео про Норвегию, куда мы ездим на соревнования и просто отдыхать, стрелять в рыбу. И Эдгар купил себе вот такого вот красавца. И сейчас мы посмотрим, что находится внутри, что оно из себя представляет. Начинаем. Первое, на что, друзья, я обратил внимание, так как я ездил не один раз в Норвегию, я видел, как люди перевозят свои ружья туда. Это то ли различные, бывают, самодельные чехлы, либо толстые канализационные трубы, куда люди складываются, арбалеты и пневматы. В этом ружье сумка, кейс, очень крепкий. Он из очень крепкого материала, и на первый взгляд он очень серьезно выглядит. То есть немаловажно, что транспортировка этого ружья в любую точку, куда вы поедете, а к ним охотиться, будет, я уверен, максимально безопасной. Когда я открывал кейс, я обратил внимание, что у пилингаса даже своя собачка для молнии. Представляете, друзья, у них даже своя собачка. Что можно говорить о качестве ружья, если у них даже свои вот эти вот вещи. На первый взгляд, вау, выглядит очень, очень профессионально. Даже вот такие вот мягкость поставлены на катушку, чтобы ничего не случилось. Так, еще начинаем. Ребят, давайте сверху вниз по порядку. Первое, что я вижу, вот такой вот длинный гарпун. Ну да, и как это назовем? По-моему, это мотовила. Ну, поправьте, если я не прав. Мотовила, вот с таким вот желтым линем, бегунок, 7 миллиметров диаметра стрелы. Вот такая вот стрела, друзья. Эта стрела, насколько я вижу, каленая. Это очень важно, ребят, для подобной охоты в Нарвегии. И, в принципе, в других местах здесь каменистое дно. Второе, ребят, вот такая вот заряжалка. У них даже здесь свой логотип. Это, как я понимаю, безопасная заряжалка, что в случае чего, чтобы не тренировать себя. Вот такой вот пакет дают в комплекте с ружьем. Что я здесь вижу? Пару пакетиков. Первое, это надульник для стравки воздуха. Все в отдельном пакете. И вот такой вот, так и понимаю, ремкомплект. Ремкомплект из различных резинок, дырингов. Вакуумные клапаны резиновые. Ключ. И линия сброса. Вот здесь стоит у нас железный. Ребят, в комплекте идет еще пластмассовый запасной. В принципе, все, что для этого ружья надо. Все маленькие резинки, резинки побольше. Все есть здесь. То есть, если у вас, не дай бог, что-нибудь случится в будущем с этим ружьем, я думаю, каждый подводный охотник способен сам это все поменять или устранить любую неполадку. В чехле была вот такая вот книжка. Это инструкция ружья. На мой взгляд, если подводный охотник сам своим опытом дошел до такого ружья и до таких серьезных охот, навряд ли ему нужна инструкция. Но все-таки инструкцию читать надо. Ребята, конечно же, насос. На первый взгляд, обычно я так проверяю, есть пластиковые, разные насосы. Это железный насос. Железо тяжелый, хороший. Следы масла, ребят. Очень важно помнить, что, когда мы подкачиваем ружье, это надо делать иногда для профилактики ружья. Переворачиваем насос, заливаем сюда масло, потом вкручиваем ружье, переворачиваем и накачиваем до нужного нам давления. То есть очень важно не забывать про, чтобы внутри ружья всегда было масло. Оно попадает через насос. И вот, наконец, наши красавицы. Ружье. Вкарь держать, конечно, ощущение адреналин. Уже мысленно представляешь, что где-то кого-то под водой ты уже смог забрать какой-то трофей. Ребят, ружье очень легкое. Я уверен, что если бы не эта катушка, потому что я знаю, что катушка тоже выполнена из железа с пластиком, я так понимаю. Я думаю, что ружье, если сказать, что оно ничего не весит, я, конечно, совру, но оно очень легкое. Просто чувствуется. Эта часть ружья, она практически, не знаю, сколько грамм, но очень легко. Очень красивые надписи. Еще, друзья, очень мало важно знать при покупке такого ружья. На мой взгляд, это важно, потому что обычно, когда мы охотимся, у нас в основном охота все в Европе происходит. Мы плаваем в Европу, иногда выезжаем за границу, Норвегию, там, другие страны. Но в Европе плотность воды не такая, как в море в Норвегии, ну, для примера. И мы всегда делаем сами компенсаторы плавучести, перематываем изолентами, там, по-разному. Каждый охотник делает по-своему. В этом ружье у него уже нейтральная плавучесть сделана на заводе. То есть вам не надо ничем обматывать, просто взяли и поплыли. Это видно вот на этом вот часть ресивера. Вот начало здесь, начало ствола, оно как бы идет более тонкое, и вот с этого места, вот отсюда до сюда, оно чуть-чуть побольше. То есть, так понимаю, внутри это или воздушная пробка, или что, но это очень хорошо. Из личного опыта, друзья, я скажу, когда я открыл кейс, первое, на что я обратил внимание, это на катушку, и увидел, что здесь она очень хорошо завязана. И вроде как посажен на клей, трудно не могу сказать, этот узелок, но это конец линя, который привязывается к самой катушке, и он здесь сделан абсолютно правильно. Потому что у меня был опыт, когда люди делали, наматывали линь на катушку, и при взятии трофея им выматывало весь линь, весь линь, и они забыли его закрепить к катушке. И просто трофей уходил со всем линьем. То есть на это очень важно обращать внимание. Всегда должно быть крепление правильное. Я очень большой педант в подводной охоте, но я из тех людей, которые любят, чтобы под себя было заточено все до мелочей. То есть если что-то не нравится, я даже не полезу в воду. Я всегда на все обращаю внимание. И так же само в этом случае, ребята, вот такая булавка быстросъем для основного линия. Она сделана очень своеобразно, и я могу сказать, наверное, что профессионально, потому что в этом ушке булавки линия обмотана два раза, два раза, не один-два, и он зажав специальными щипцами вот таким вот зажимом. То есть я думаю, что такой зажим профессионально фактически невозможно развязать. Очень немаловажно, друзья, что мы находимся в Европе, и нам очень сложно заказать какие-то ремкомплекты или дополнительные части для этого ружья. Всегда я и мой напарник Эдгер, мы привыкли себя чувствовать уверенно на любой поездке, а чтобы чувствовать себя уверенно, вы не знаете, что может произойти с вами в будущем. И я это говорю к тому, что всегда надо иметь два гарпуна. То есть мы заказали вот такой вот дополнительный, мой напарник Эдгер заказал такой дополнительный гарпун фирмы Салвимар, потому что Салвимар делает такие же каленые гарпуны под пеленгаз, то есть они одинаковые абсолютно во всем с родными. И запасной гарпун, я думаю, каждый с ним согласится, он всегда должен быть в арсенале. Все, друзья, хватит лирики, как говорят много текста. Давайте возьмем эту пушку и посмотрим, что она себя представляет в деле. Мы в Литве, Алаушас, прозрак до 8 метров. Погнали! Перед началом теста, друзья, забыл сказать очень немаловажную вещь, дополнить то, что я видел, что многие люди в таких же самых чехлах возят с собой второе ружье. То есть мораль какая, в этот кейс можно положить второе ружье, второй пневмат или арбалет. Это очень удобно на самом деле. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова на высшего ружье. Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Ребят, если кто-то из вас собрался на такие чистые озера, как, к примеру, Аллаушес, где мы сейчас находимся, где прозрачность достигает 8 метров, или вы собираетесь ехать в Норвегию, как мы с напарником Эдгаром, поэтому однозначно, просто покупайте, плавайте, стреляйте, кайфуйте, все будет четко, ребят. Впереди огромное количество интересных видео, оставайтесь с нами, спасибо всем за подписку. Всем пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok